Сборная Ненецкого округа успешно выступила на Кубке России по тэквондо. В их активе 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Соревнования проходили в Московской области и собрали почти тысячу спортсменов из 44 регионов страны. Подробности в материале Александры Литковой. Елизавету Бякину в секцию по тэквондо привел папа несколько лет назад. Юная спортсменка уже не раз представляла регион на выездных соревнованиях. По хьонгам первое место, оно дается за технику, за резкий выдох, за пластику и четкость движения. По спаррингам же просто нужно набрать большее количество баллов. То есть баллы там, 3 балла в голову, 2 балла в туловище, рукой один. И чем больше ты попадешь в соперника, тем больше вероятности, что ты выберешь. В рамках Кубка России по тэквондо в Подмосковном Покровском состоялся также фестиваль черных поясов, в котором от Ниньского округа выступала Дарья Тайгузина. Девушка занимается тэквондо 8-й год. Я по мосокам заняла 3-е место и по поинстопу 2-е. Были девочки с соперницей высокого роста, я была самая маленькая и было сложно. Я их выиграла по технике, я была быстрее и сильнее. В соревнованиях на Кубок России по тэквондо от Ниньского округа участвовали 8 юных спортсменов. Тренеры выбирали самых результативных и сильнейших по всем параметрам. На соревнованиях идет отбор, стараемся сильнейших вывозить, кто у нас выступает не только в разделе масоги, спарринг, но и базовая техника, это хьонговая. Они выступали, ребята, у нас в трех разделах. Это масоги, спарринг, далее хьонги, базовая техника, демонстрация. И также стоп-балл, это новая европейская система, которую уже на протяжении где-то 5 лет она введена. Это на один удар, на одно касание. Кто первый коснулся, тому начисляются баллы. Семилетний Ермак Чуркин стал самым юным в команде Ниньского округа и тоже вернулся с медалью. Он взял серебро по итогам спарринга. Сначала у меня были маленькие соперники, маленького роста. Первый бой мне удавался легко, но второй бой был не такой легкий. У меня там был сильный соперник, он очень быстро дрался. Сейчас спортсмены готовятся к открытому первенству по тэквондо в Северо-Западном федеральном округе, который пройдет в феврале в Архангельске. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».